В Сибирь новости из Сирии. Правительственные войска пресекли попытку террористов прорвать линию обороны в провинции Алеппо. Боевики Джабхата Нусры, организации запрещенной в России и многих других странах, атаковали населенный пункт Мухейм-Хандрат. Натиск бандитов армия сдерживала на протяжении двух часов и в результате сохранила свои позиции. По данным нашего центра по примирению сторон экстремисты понесли большие потери. Российские военные между тем продолжают помогать тем, кто из-за боевых действий остался без крова. В крупнейший центр временного размещения для беженцев в Латакии привезли партию гуманитарной помощи, раздали продукты и медикаменты. Наш корреспондент Дмитрий Зайцев также попывал в лагерь и увидел, в каких условиях живут люди. Степорение о родине Хала выучила всего пару дней назад. До этого за три последних месяца девочка не произнесла ни слова. В родном Идлибе она потеряла отца и мать. Справиться с депрессией помогли психологи. Некоторым детям требуется психологическая реабилитация. Вначале было сложно. Они только что приехали из горячих точек и были в состоянии шока. Мы занимаемся с ними, стараемся, чтобы каждый день был для них интересным. Аль-Уля самый первый и самый крупный центр по приему беженцев в Латакии. Его организовали на территории спортивного городка, специально построенного для проведения десятых средиземноморских игр в 87-м году. Всего в лагере проживает 625 семей. Это почти 2500 человек. Все они беженцы из охваченных войной сирийских провинций. Больше всего выходцев из Идлиба и Алеппо. Фатхия родом из западной части города Алеппо. Эти кварталы контролируют правительственные войска. Но ежедневно из восточных районов боевики ведут обстрел мирного населения. В наш дом боевики бросили снаряд. Все здание разрушено, осколки попали мне в спину. Я сейчас парализована и прикована к инвалидной коляске. У меня семеро сыновей и две дочери. Дочери здесь со мной, а сыновья служат в сирийской армии. Я их не видела уже три года. У ее подруги Хамиды из Идлиба похожая история. Квартира выгорела дотла, и снова боевики, и вновь обстрелы. Это мой герой Абдель. Сын погиб, сражаясь в сирийской армии под Идлибом год назад. Я им очень горжусь. Двое сыновей до сих пор сражаются против боевиков. Дай бог победим. Здесь они уже второй год. Обзавелись кое-какими вещами. Беженцев поддерживают отзывчивые горожане. Привозят продукты и одежду. Все технические помещения стадиона превратились в жилые комнаты. Заходим, сразу попадаем в однокомнатную квартиру. Судя по всему, здесь живет сразу несколько семей. Там вот сразу же еще 10 человек живет. В глубине этой коммунальной квартиры большой семьей живет Махмуд. Дважды раненый солдат сирийской армии. Здесь он ночует с женой и тремя сыновьями. На блокпост, где нес службу Махмуд, боевики запустили газовый баллон, начиненный тротилом и гвоздями. Мужчина чудом выжил после контузии. Наш город Харем, который два года был в окружении, находится на границе с Турцией. И мы видели, как боевики заходят и выходят через турецкую границу. Они ходят через нее как к себе домой. Получают снабжение из Турции и все это на наших глазах. С началом войны в лагере насчитывалось более 8 тысяч беженцев. Сейчас количество постояльцев резко сократилось. Кто-то нашел работу и снимает жилье самостоятельно. Кто-то отправился обратно домой. Для тех, кто пока не может покинуть эти стены, представители российского центра по примирению враждующих сторон Сирии привезли гуманитарную помощь. Всего привезено более 15 тонн гуманитарного груза, который состоит из гуманитарных пакетов, включающих мука, макаронные изделия, консервы рыбные, консервы мясные, детские наборы. Медицинскую помощь в мобильном госпитале всем желающим оказывают и наши врачи. Прием ведут под открытым небом, измеряют давление, выписывают лекарства. Особое внимание к маленьким пациентам и старикам. Необходимые препараты раздают бесплатно.